Президент Турции призвал российского коллегу возобновить зерновую сделку. Россия продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре. Европейцы и американцы покидают Нигер, где неделю назад произошел военный переворот. Первые группы эвакуированных прибыли в Италию и Францию. Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия и осудил реакцию португальской католической церкви на скандал. Всемирный день экологического долга в этом году 2 августа. Теперь человечество употребляет и выбрасывает больше, чем земля может восстановить и переработать. В то время как Украина пытается экспортировать свое зерно альтернативными маршрутами, в частности через румынский порт Констанция, Анкара настаивает на возобновлении зерновой сделки между Киевом и Москвой. В телефонном разговоре президент Турции призвал российского коллегу возобновить соглашение об экспорте украинского зерна. Также лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию. Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только переговорам, но и самой сделке. Незамедлительно готова сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого сделано не было, как вы знаете. Заявление не осталось незамещенным в Организации Объединенных Наций. Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала. Тем временем Россия продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, которая необходима для экспорта ее зерна. В среду утром беспилотники атаковали дунайские порты Украины, Измаил и Ренин, практически на границе с Румынией, одной из стран НАТО. Повреждения получили зерновые ангары, складские и административные помещения. Украина стала мишенью серии атак российских дронов по всей стране. Командование ПВО заявило, что все 10 беспилотников иранской разработки «Шахет», выпущенных по Киеву, были сбиты. Их обломки обрушились на три района, повредив ряд нежилых зданий. Удары были нанесены по инфраструктуре и зерновым хранилищам на юге. 11 дронов сбиты над Измаилом, но некоторые достигли цели. Пострадал важнейший порт Одессы. Возник пожар в транспортном здании и был поврежден элеватор. Город неоднократно подвергался ударам с тех пор, как Россия разорвала сделку, которая позволяла Украине экспортировать зерно на мировые рынки. Москва мотивировала это несправедливым, по ее мнению, отношением Запада к реализации соглашения. Киев заявил, что пострадали также дунайские порты, но не уточнил, какие именно. Два небольших порта, ранее Измаил, граничащие с Румынией, стали основным маршрутом экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, после того, как Россия расторгла зерновое соглашение. Ройтерс сообщил со ссылкой на источники, что после атаки на порт Измаил цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 6,5%. Роберт Бауэрс, признанный виновным в нападении на синагогу в Питтсбурге, заслуживает смертной казни. Такой вердикт вынесут присяжных. Они сочли, что причиной преступления Бауэрса была ненависть к евреям. Одну из крупнейших синагог города он выбрал в качестве цели, чтобы нанести максимальный урон. Кроме того, в ходе процесса он не высказывал раскаяния. Нападение Бауэрс совершил в октябре 2018-го. Его жертвами стали 11 человек, еще 6 были ранены. В июне этого года он был признан виновным по всем 63 пунктам обвинения. Более 100 человек, эвакуированных из Ниггера, где неделю назад произошел военный переворот, прибыли в Италию. В международном аэропорту Рим Чемпина их встречал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Этим рейсом были вывезены американцы, итальянцы и представители других национальностей. Проводят эвакуацию и Франция. В Нигере, где растут антифранцузские настроения, проживают порядка 1200 французов. Воспользоваться предложением Франции и улететь на ее самолетах рекомендовала своим гражданам Германия. Эвакуация европейских граждан проходит на фоне сильного давления со стороны ЭКВАЗ, экономического сообщества западно-африканских государств. Лидеры регионального блока не исключают применение силы против путчистов, если те не восстановят гражданскую власть. При этом глава МИД Италии Таяни исключил военное вмешательство в конфликт стран Запада. Пучисты в Нигере пользуются поддержкой Мали и Буркина-Фасо, стран, где также правят военные, которые заявили, что любое вооруженное вмешательство в ситуацию в Нигере будет расценено как объявление войны. Хонта в Нигере, обвиняющая Францию в желании осуществить военное вмешательство, направила своего эмиссара в Мали, бывшую французскую колонию, для анализа ситуации. Париж отвергает обвинения в подготовке интервенции. Папа римский Франциск встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей в Португалии и осудил реакцию католической иерархии страны. Понтифик затронул тему скандала в первый день своего визита в Лиссабон. Франциск признал, что многие служители церкви в странах с некогда процветающими приходами чувствуют усталость от своего призвания. И это часто возникает из-за desilusión, из-за радости, которые некоторые alimentают в отношении к Иглесии. В некоторых случаях, из-за наших плохих свидетельствий и из-за скандала, которые расширены в их росте и которые называют к умилой и константной purification, начиная от греха и болезни, которые всегда должны быть пригласены и слушаны. После своего выступления Франциск более часа общался вдали от камер с 13 жертвами насилия. В феврале группа экспертов, нанятая епископами Португалии, сообщила, что с 50-го года жертвами сексуального насилия в стенах церкви стали около 5000 детей. После опубликования документа, епископы первоначально отказались отстранить названных злоумышленников от служения или выплатить компенсацию пострадавшим. Португалия принимает Всемирный день молодежи, уже четвертый для Папы Франциска. Католический фестиваль был учрежден Иоанном Павловым II в 80-х годах для привлечения молодежи в церковь. 2 августа в этом году отмечают Всемирный день экологического долга. Теперь до конца года человечество будет тратить больше ресурсов, чем Земля может за год восстановить, и производить больше отходов, чем планета может переработать. И это усредненная статистика. Развитые страны начинают жить в долг уже в феврале-марте. Европейские государства, уделяющие внимание экологическим программам, в мае-июне. Европейские государства, впервые этот день отметили в 70-м году. Тогда долг составлял всего два дня. На рубеже 80-х-90-х день долга приходился уже на октябрь. В 2000-м на конец сентября, в 2010-м на начало августа. А последние несколько лет до пандемии уже на конец июля. Так что в этом году человечество потребило и выбросило немного меньше. Рокеры грязи не боятся. На севере Германии начался фестиваль, который планировали сделать одним из крупнейших, за последнее время продали 85 тысяч билетов. Но зрителей приехало только 50 тысяч. Проливные дожди превратили этот район в неприходимую трясину. В конечном итоге местным властям пришлось серьезно ограничить доступ к местам проведения концертов. Те, кто не успел добраться до введения запрета, очень разочарованы. Запрет привел к тому, что на узких сельских дорогах образовались пробки из сотен машин. Из выступающих на фестивале 150 групп приехали все. На голову музыкантов и зрителей за сутки выпало 40 литров воды на квадратный метр. Несмотря на это, они готовы продолжать праздник, как и было запланировано, вплоть до пятницы на восьми разных сценах. Американскую певицу Лизо обвиняют в сексуальных домогательствах и создании агрессивной рабочей атмосферы. Бывшие танцовщицы поп-звезды подали иск, заявив, что были вынуждены участвовать в унизительных шоу и терпеть вмешательство в свою личную жизнь под угрозой увольнения. Более того, чернокожую певицу пропагандирующую бодипозитив обвинили и в расизме, и в фэтшейминге. Схожие обвинения выдвинутые против руководительницы команды подтанцовки Лизо. Команда НАСА получила сигнал на несущей частоте Voyager 2. По словам специалистов, это значит, что аппарат продолжает функционировать сравнительно нормально. Ранее связь с ним была потеряна. Из-за ошибочных команд антенны зонда потеряли ориентацию на землю. В центре управления надеются, что во время плановой перезагрузки систем в середине октября связь восстановится. Voyager 2 был запущен почти полвека назад и вошел в число аппаратов, дольше всех удалившихся от солнца. Запасов энергии предположительно хватит еще на пару лет полета. Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Джан-Луиджи Буфон завершил карьеру в возрасте 45 лет. О своем решении Буфон, которого считают одним из лучших вратарей в истории, объявил в соцсетях. Два года назад Буфон вернулся в Парму за этот клуб. Он успешно выступал в начале карьеры. Буфон – десятикратный чемпион Италии в составе Ювентуса. Спортсмен также выступал за французский Пари Сен-Жермен, с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. В сборной Италии Буфон сыграл 176 матчей, выиграв чемпионат мира 2006 года. Женевьева де Фонтоне, бывшая президент комитета конкурса «Мисс Франция», скончалась в возрасте 90 лет. Именно под ее руководством конкурс впервые транслировался по телевидению. Де Фонтоне получила прозвище «Дама в шляпе» из-за того, что не расставалась с любимым главным убором. Де Фонтоне, которая придерживалась консервативных взглядов в отношении организации и принципов конкурса, оставила пост президента в 2010 году. «Профессиональная и непреклонная», – так говорили о ней коллеги. Сама де Фонтоне заявляла о себе как о социальном консерваторе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова